Прямой эфир днём на фоне бесконечно тусклых, одинаково звучащих негативных новостей. Давайте поговорим о чём-нибудь весёлом. Ну, давайте, задавайте тему тогда. О чём весёл? Вот Суэцкий канал вроде бы почти освободили. Во-первых, хорошо, что освободили Суэцкий канал, поэтому... А что поэтому? Нефть может подешеветь в этом случае. Нам это тоже плохо. Опять какая-то негативная новость. Чего ещё? Народ готовится к весне. Народ готовится к весне, все застоялись, всем очень хочется куда-нибудь поехать. И рыщут всяческие дальние маршруты, куда можно ещё попасть, стандартно сдав анализ и получив отрицательный результат. Вот я собралась в Намибию в мае, приехала с Байкала, и потом, может быть, получится Мальдивы, потом, может быть, в августе получится Африка, если что-нибудь не произойдёт. Ой, не Африка, а Латинская Америка. Ну, в общем, мы теперь обречены куда-то далеко ездить или устраивать себе весь мир в путешествиях дома перед телевизором или на даче. Кстати, ваши отношения в целом к новостям какое? Сейчас пока вопросы поступают. А настолько они все одинаковые и негативные, что, в принципе, я их стала совсем редко смотреть. Ну, где-нибудь раз в двое суток. Лучше на них не обращать внимания, если только не требуется какая-то помощь. Начинают поступать вопросы. Так, конечно, про прививку спрашивают. Добрый день, прививку от ковида уже ставили? Я не ставлю, по одной простой причине, что я переболела, у меня антитела, и как-то мне не хочется перегружать организм. Он и так уже поборол. Поэтому чем опять бороться? Потому что прививка – это что? Это маленькое-маленькое количество вируса. Правильно? Тогда иммунная система срабатывает. Она вроде меня уже сработала. Руслан спрашивает. Что скажете о книгах о психологии? Нужно ли поддаваться полностью книге или же включать свою личную критику в меру? Даже не критику. Нужно включать свой личный опыт, свой личный анализ, все информации, которые вы получаете, в том числе из книг в области психологии. Потому что сами психологи признают, что никаких универсальных моделей не существует, и подход должен быть индивидуальным. Когда вы придете к психологу на прием, он же будет чем заниматься? Он будет вас слушать. И вы будете сами делать выводы и говорить, что вам делать. Это такой хитрый диалог, при котором психолог фактически раскрывает вас, и вы сами себе ставите диагноз и вырабатываете тот путь, по которому вы собираетесь идти. А когда вы читаете книгу, у вас диалога нет. Поэтому раздваивайтесь. Считайте, что вы читаете. Это как бы вы есть нейтральный психолог, и одновременно есть вы как вы. И в диалоге с самим собой находите оптимальное решение. Как вы себя наполняете? Поделитесь способами. Чем? Энергию, что ли? Это речь про энергию, думаю. Да, я отношусь к людям, которые постоянно меняют обстановку. То есть я не пытаюсь стоять на месте, а я балансируюсь, все время двигаюсь. Балансирую, то есть качаюсь. Если я работаю, это очень много. Если я пассивно отдыхаю дома, то тоже очень сильно. То есть я могу до двух часов ночи смотреть кино и плевать. Вообще умная, но не умная, главное, что бы нравилось. Или слушать музыку, или читать огромный толстый роман. Если я выхожу в активность куда-нибудь на вечерину и так далее, то я отрываюсь по полной. Понимаете, да? То есть каждый раз я беру из каждой данной ситуации максимум. Как рабочие, так и в виде развлечений. Большинство людей чуть-чуть отдыхают, чуть-чуть работают. Чуть-чуть отдыхают, чуть-чуть работают. Еще вторая часть людей, они являются трудоголиками. Пока они сидят в телефоне, собирают информацию и работают, они считают, что они в норме. Как только у них свободное время, они не знают, что с ним делать. Они боятся отрываться полностью, и поэтому продолжают сидеть в телефоне. У этих людей нет наполнения энергии. Они ее только тратят во время работы, и все. Если им работа нравится, то они ее тратят меньше и получают что-то. Но этого недостаточно. То есть нужно все время менять среду, в которой вы находитесь, и из этой среды вытаскивать максимум. Ваше мнение о Дальнем Востоке РФ. Что с ним делать? Слушайте, ну точно так же можно спросить, что делать в целом со страной. Дальний Восток – это часть страны, а со страной ничего не делается. Мы как-то медленно, упорно стоим на месте и тихо вязнем в своем собственном баллонце. Но это происходит настолько медленно, потому что каким-то образом еще нефть чего-то стоит. Поэтому так мы тихо подвязываем, знаете, как происходит при потеплении климата, постепенное высушивание рек. Вот, например, в Байкал входило раньше 326 рек, а теперь 272. Никто этого не замечает, но в принципе объем воды в Байкале уменьшается. Так и объем энергии в стране медленно уменьшается, потому что нет самостоятельности, нет прозрачной конкуренции, потому что она очень монополизирована. И поэтому малый и средний бизнес задыхается, и все это уже всеми сказано 150 раз. Но все равно климат не меняется, в нем нет живой энергии. Люди не верят в себя, и поэтому все бросились или в мистику, или в психологию. Поэтому Дальний Восток то же самое, но с другой стороны он очень буйный. Я не знаю, я была сто раз в Владивостоке, мне там очень нравится, люди мне там очень нравятся, и в Сибири мне люди очень нравятся. В какой-то степени вам намного хуже, вы далеко, но с другой стороны намного лучше, потому что вы далеко от центра. Здравствуйте. Не общаюсь с лучшим другом уже год, но никак не могу отпустить его в своей голове. А возобновить общение мешает гордость, страх, реакция. Что посоветуете? Станьте эгоистом. Если вам мешает этот разрыв жить, возьмите себя в руки, уберите эго и позвоните. Сразу полегчает. И главное, дальше позиция не ваша, дальше ответ на его стороне. Мяч перекидывайте на его сторону. Если вам не ответит, вы выдохните, ну значит и нормально, закончили. Если он вам ответит, вы начнете общаться, и тоже нормально ситуация закончилась. Поэтому перекидывайте мяч. Слухи ходят, что закроют после майских на карантин школьников, да вообще все подряд. Третья волна, слышали что-то. Ну в интернете вот это и называется грустные новости. Чего-то там намекают, что-то там двигают куда-то, я не знаю. Ой, ну школьники, да, вообще образование у нас грохнулось, по-моему, все это по полной программе. Слышала, как и вы. Знать об этом, будет это или не будет, я не могу, потому что я не оттуда. Могу сказать только одно, что весь мир катастрофически провалился со всеми своими мерами. Европа сидит на жестком карантине, доводит людей там вообще до истерики, а все равно появляются новые-новые волны. В странах, которые не делают этого, статистика точно такая же, как в странах, которые делают жесткий локдаун. Поэтому это сингулярность, это малый формат сингулярности. Что такое сингулярность? Это высшая точка бифуркации, когда ни один предыдущий опыт не работает. В случае с ковидом появилась точка, при которой оказалось, что весь опыт накопленной цивилизации в современном мире не сработал. Все делают не то, а что делать, никто не знает. Надо было давным-давно изучать здоровых людей и понимать, что нужно не лечить грипп и все остальное. Нужно усиливать иммунную систему человека в среднем. Сингулярность тотальная, это когда весь мир взорвется, потому что ни в одной области предыдущий опыт не сработает. Но пока что она приближается, но все равно считается, что будет лет через 30. Поэтому живите и радуйтесь. Катерина Кимова-1 спрашивает. Ирина, как относитесь к философии стоицизма? Сейчас стойки такие популярные стали, как никогда. Да, стойки стали очень популярными. И вы мне подарили книжку про стойков. Я ее прочитала и поняла, что я стойк, господа. Много вопросов почему-то про ваше питание поступает, но именно в другом контексте. Вот Алла, она, в частности, мне сказали, что написала. Ирина, что вы вообще не едите? Я вообще не ем молочные продукты. Делаю исключение. Изредка по воскресеньям или субботам это сырники, потому что я их готовлю для всей семьи. Ну и сама могу 1-2 съесть. А так я не ем сметану, я не ем йогурта вообще. Я не пью никакого молока, кроме всяких там эти миндальные, фока, кокосовое молоко и так далее. Все по-честному. И в принципе, ну не знаю, почему я не люблю печень. Мясо я ем мало, но могу есть и скорее птицу. Красное мясо не очень люблю. Но чебурек тоже могу слопать с большим удовольствием. Ивкин опять спрашивает, как уйти от чувства вины? Проработать его. Разобрать по косточкам это чувство вины. В чем причина, откуда корни. И дальше разработать шаги, чтобы его снять. Всегда есть какие-то действия, которые помогут снять. Но нужно идти от корней, причина, почему появилось чувство вины, потом в какой ситуации, прожить снова эту ситуацию. И заставить мозг выработать методы, при которых вы эту ситуацию снимаете. С Витя 2604 спрашивает, как при увольнении с места практики в Германии не чувствовать себя полной тварью, которая тебя считают коллеги, которые потратили на тебя целых полгода. Человек полгода стажировался, практиковался и потом ушел. Как не чувствовать себя полной тварью? Это про обязательства, про чувство вины и про смесь обязательств. Слушайте, ну, опять перестаньте себя называть тварью. Во-вторых, нужно понимать, что на рынке и в бизнес-отношениях есть только интерес. Интересы и бизнес-этика. Если вы подписывали контракт, что после стажировки вы обязаны проработать какое-то время в компании, тогда вы его нарушили. Если вы ничего не подписывали, вы имеете право. Катя спрашивает, подскажите, как выйти из постоянного контроля родителей? Ну, как выйти конкретно. Надо жить отдельно и зарабатывать себе на жизнь самостоятельно. Андре Витарини, скажите, пожалуйста, почему творческие люди всегда чувствуют себя одинокими? Часто такие люди не могут найти контакт со своими родителями, сверстниками и так далее. Творчество, процесс, очень индивидуальные и очень одинокие. Я тоже одинокая. В своих творческих порывах, в своих думах, в своих идеях, которые обгоняют в среднем на 10-15 лет то, что происходит сейчас. И нет у меня никаких союзников. И никогда не было. Потому что ты обгоняешь время, творя что-то свое. Леонардо да Винчи был. Ой, ну это сейчас такое сравнение. Ну, в любом случае, все творческие люди всегда одиноки. Поэтому не бойтесь этого. Но когда вы не творите, то попытайтесь наладить контакт тоже с живыми людьми, которые с удовольствием будут слушать вас. И они могут быть не творческими, но с удовольствием с вами общаться, потому что им хочется услышать мнение творческого человека. Вечно на позитиве спрашивают, как быть роковой женщиной? Я не знаю. Я не роковая. Что вы скажете про практики гипноза, вообще гипнопрактики? У меня опыт отрицательный. Это было давно в Советском Союзе. Я пошла к гипнотизеру с сыном, чтобы тот помог заиканием. А тот что-то решил меня загипнотизировать и начал приставать. Но он только начал гипноз и думал, что я уже вошла туда. А я не вошла, я чисто вежливо стояла, думаю, как-то неудобно. А когда он начал руками куда-то мне трогать меня, я его нафиг послала, ушла, хлопнула в дверь и забыла эту историю. Если обобщить опыт, я могу сказать следующее. Очень не люблю я, когда в мое подсознание входят другие люди. Поэтому я аккуратно отношусь к ритуалам, когда шаман влезает в тебя. Когда он танцует тебя, отвлекает. Когда ты вместе с ним поешь и танцуешь, это замечательно. Но когда уже начинается проникновение, мне не нравится. Потому что все равно нужно самому справляться, самим собой. Была в любовном треугольнике. Партнер сделал выбор не в пользу меня. Как это принять и отпустить человека, с учетом того, что мы работаем вместе, и я все еще верю, что у нас может быть счастливое будущее? Надо уйти с работы, потому что личное отношение на работе – это катастрофа. Если вы до сих пор все еще верите. Но это пытка, по-моему, какой-то ужас. Я бы смоталась на другую работу. Но не резко, а продолжала бы работать и начала бы искать другое. Ирина, здравствуйте. Вы бываете в агрессии, и как справляетесь с этим чувством? Ну, и бываю, конечно. Я могу проораться в туалете где-нибудь. Роды все тупые. Прямо вообще, сколько можно эту хрень нести и так далее. Потом успокаиваюсь. Эмоции уже проходят через 1-2 минуты. И дальше пошла жизнь. К Свете спрашивает. Часто ли играете в жизни или стараетесь всегда быть собой? Я не знаю, кто я. Я разная. Поэтому как можно стараться быть собой? Не знаю. Что такое игра? Не знаю. Когда переговоры и бизнес – проблема, да, это может быть игрой. А когда ты танцуешь на пати в ночном клубе, ну какая тут игра-то вообще? Ну что, главное – держи себя в руках и будь в рамочках, но при этом совершенно расслабленным. Вот и все. Поэтому нет таких обобщений. Но по большому счету, конечно, если вы хотите быть успешными в социуме и одновременно оставаться глубокой индивидуальностью, социум нужно воспринимать как шахматную игру, а не как истину в последней инстанции. Катюшка, пишет просто Олзов, прошла ваш курс «Креативность». Хочу просто сказать вам огромное спасибо, иду дальше. Супер. Какая первая мысль пришла сегодня утром, когда вы проснулись? Ой, сегодня утром… Вы знаете, вчера смотрела тупой этот «Блэк Лист» новый сезон. И он такой слабый, такой тупой, мы как идиоты смотрели его до полвторого ночи. После моей лекции, поэтому я потом приперлась, заснула, проснулась только с одной первой мыслью – я умираю, я хочу спать, а нужно бежать на спорт. И потом я улыбнулась, потому что я поняла, что перед тем, как бежать на спорт, и мучиться по поводу того, что я хочу спать, меня ждет стаканчик лимонной водички, чашечкой горячего кофе и моя сигаретка. И я улыбнулась с этой жизнью. Шепельчик спрашивает, какое животное вам больше нравится – белая акула или синий кит, и почему? Ну, конечно, синий кит. Во-первых, потому что он называется синий. Синий и голубой – мне вообще все нравится. Это цвет неба, это цвет ночи, это цвет подсознания, это цвет после вот этой чакры шестой и седьмой. В общем, это все круто, невероятно. Во-вторых, неважно, кит ассоциируется все-таки не с хищником, а с большим животным на верхней части пищевой цепи, самым умным, который ест при этом планктон. То есть он ест живых существ, но очень мелких. Это не так как-то обидно. А белая акула – это кошмар. Ну вы чего, ну это кошмар, это хищник в зубке с огромной пастью. Поэтому первой же ассоциацией, конечно, кит – это добро, а акула – это прямо ужас, зло. Я жуткий эгоцентрик, требую к себе повышенное внимание от всех. Это проблема. Как научиться автономно существовать от всех? Если вы жуткий эгоцентрик, то представьте образ вашего эго. Какое это животное? Если это волчина, которая рвет все стадо овец, а ему нужна всего лишь одна, зачем он рвет всех остальных, замените его на то животное, которое более прагматично, расчетливо, и поэтому никого не рвет, если это ему необходимо по жизни, чтобы быть сытым и не умереть от голода. Найдите такое животное, которое вам одновременно нравится. И управляйте этим животным. Тогда получится. Тогда у вас не будет одиночества, у вас будут нормальные люди, нормальные подруги, любови, и при этом вы будете достигать своих целей. Это сложная вещь, но если вас это мочит, вы этого добьетесь. Понимая, что у меня много талантов, я уверена, что могу делать многие крутые вещи, а мотивации нет. Лень есть. Как побороть этот ступор? Никак. Я только не понимаю, если вы ничего не делаете, почему вы решили, что вы дико талантливые и все можете. Может, вы попробуете, и тогда проверите, а вы действительно можете, или вы себе это внушили. Что делать, если дети воруют у родителей деньги? У меня был такой случай, своровали деньги, и я пришла и спросила их, скажите, пожалуйста, что вы на эти деньги купили. Они показали две подзорные трубы одинаковые. На что я ответила, это глупость, надо было купить что-то разное. Поржали, а после этого я сказала, всех подарков лишаетесь на Новый год под елку. Все. И я выполнила это обещание. Татт-17 спрашивает, хочу начать свой бизнес. Как понять по ощущениям, что я готова, и пришло время? Ну, если вы до сих пор это не поняли, вы не готовы. Потому что вы готовы тогда, когда вы просто берете и начинаете делать, и понимаете, что без этого жить не можете. Ирина, здравствуйте. Читаю ваши книги, отличный опыт. Самоопределение, вопрос под сознанием. Ничего пока не рождается. Как эффективнее проработать это? Испытать эффект, вау, вот что мне нужно. Берете книжку «Рестарт». Я не знаю, какие вы книги читали, но там прямо «Рестарт», «Перезагрузка». Вся технология прописана, прям подшагово. Вот возьмите ее и выполните. Муж зарабатывает в разы меньше. От этого отношения, видимо, описка не сложная, хотя, наверное, сложная. Как подтолкнуть мужа к развитию в материальной жизни? Ужас какой. Вы задайте себе вопрос, зачем вам нужен муж. Если он вам нужен только для зарабатывания денег, тогда все равно долго вы семьи протянете. Если он вам интересен как личность, и вы его любите, то главное, чтобы он самореализовывался. Деньги не главный критерий жизни. Деньги вас тащат на дно, а дружба и любовь тащат вас наверх. Хотите идти наверх, главное найти друг другу самореализацию и вместе складывать свои денежки. Тут все сомневаются, что вопросы пишут. Лиза пишет, что вообще не в прямом эфире идем. Вопросы и ответы заготовлены. Ну, конечно. Это чтобы мы на нее обратили внимание. Многие спрашивают, почему я не задаю вопросы про Навального. Потому что мне кажется, что вы в одном из прямых эфиров уже все ответили. Все я уже ответила, что Навального все несправедливо, все нарушено. И он принял это решение сознательно, знал, чем это закончится. Он хочет быть героем, он проходит свои испытания. А все нарушено. Я же уже сказала, что нужно было допускать к выборам и пусть конкурирует. Да, запись всех прямых эфиров есть на вашем YouTube-канале. Да, на YouTube-канале все есть. Полина Матросова спрашивает, Ирина, и еще поделитесь, как проработать страх, остаться без дохода. Если хочется бросить ненавистную работу, но она на данный момент единственный доход. Да, это очень многих пугает на самом деле. Да, поэтому я же сказала, люди делятся на три типа. Терпилы, авантюристы и дау. Терпила все терпит, потому что боится. Авантюрист ничего не боится, все разрушает, но потом не знает, что делать. А дау понимает, что пора менять, поэтому начинает что-то новое, параллельно продолжая старое. И когда добивается чего-то, закрывает полностью дверь прошлой работы. Как научиться планировать свой рабочий день? Меня в течение дня все время отвлекают другими поручениями. Господи, если вы на работе, то что там планировать-то? Разберитесь внутри со своими функциональными обязанностями. А если вы фрилансер, то расписывайте каждый день. Когда будет прорыв? Так вот вопрос звучит, важный вопрос, между прочим. Когда все россияне этого захотят. Как вы думаете, может YouTube закрыться в России, либо где-либо еще в мире? Я думаю, нет. В преддверии вашего дня рождения, какое бывает ваше состояние? Да нормально, я хочу в Турцию улететь. И нафиг, и забыть свой день рождения. Поэтому, ребята, меня в России не будет поздравлять, мне не надо, не надо. Как вы относитесь к браку? Нужен ли он в наше время для женщины? Каждая выбирает свой путь. Я человек брачный. Я существо брачное, парное. Брачное и парное, это разные вещи. Все-таки я хочу заострить на это внимание. Ну, в том плане, я внутренний за брак. Поэтому я очень многим жертвую, я иду на компромисс, я нахожу оптимальную, я несу ответственность за семью и за брак. Ну и ваше финальное напутствие. Напутствие, ребята, между зимой и весной тяжелый транзитный период. Хватит набираться страхов и рыскать в интернете в этих грустных новостях. Давайте, уходите. У вас что-то хорошее и понимайте, что каждую минуту прозитую вы обратно не вернете. Поэтому давайте уже кайф ловить. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok